Раз, два, раз и... И выше, и выше, в Терзани растет градиент, И в каждом профессоре дышит спаливший вольтметр студент. Итак, друзья, добрый день! Сегодня мы продолжаем разговор о законах сохранения. И в прошлый раз мы с вами договорились о том, что такое работа. И договорились, что если у нас есть какая-то траектория из точки 1 в точку 2, то работа на этой траектории из 1 в 2 есть сумма по всем кусочкам маленьким этой траектории, элементарных работ. И каждая элементарная работа вычисляется, как скалярное произведение силы на этом кусочке, на вектор перемещения, при условии, что каждый вектор перемещения, дельта, л, житая, маленький. Вот это у нас какой-то вектор перемещения, дельта, л, житая, и он такой маленький, что сила, действующая на этом кусочке, у нас практически постоянная, и не меняет угол между вектором перемещения и этим кусочком. Вот на этом мы с вами закончили. Следующий вопрос. Кинетическая энергия материальной точки. Определение. Кинетической энергией материальной точки называется не mv квадрат пополам, как вы говорите, по-русски надо говорить, а половина произведения массы на квадрат скорости материальной точки. Итак, кинетической энергией мы называем половинку произведения массы на квадрат скорости материальной точки. Спрашивается, а зачем введена такая величина? Ну, как вы понимаете, в ней спрятана скорость. Если мы будем уметь считать кинетическую энергию, мы будем уметь считать скорость. А если мы умеем считать скорость, то по скорости можно найти положение тела и решить основную задачу неферики. Раньше мы считали скорость, зная ускорение. А вот сейчас, окажется, есть еще один способ искать скорость. И вот этим мы сейчас с вами и занимаемся. Дело в том, что есть одна шикарная теорема. Теорема об изменении кинетической энергии. Оказывается, изменение кинетической энергии, а любое изменение – это энергия в конце минус энергия в начале. Это Кафф в точке финиша минус кинетическая энергия в точке старта. И вот это изменение кинетической энергии равно работе на участке 1-2 всех сил. Вот имеется такая замечательная теорема. Поэтому, если вы знаете кинетическую энергию в начале, а вы ее знаете, начальные условия даны в основной задаче механики, мы знаем, какая скорость есть в начальный момент. И тогда, если вы знаете, как устроены силы, вы можете сосчитать скорость в конечной точке проектории. Это часто спасает. Но прежде всего, эту теорему надо доказать. Давайте доказывать. Давайте для начала посчитаем скорость изменения кинетической энергии. Мы договорились с вами уже, что любая скорость изменения любой физической величины – это просто отношение изменения величины ко времени за малый промежуток времени, то есть производная. Или нам надо сосчитать производную по времени произведение половины массы на квадрат скорости. Я уже сразу поставлю здесь вектор. Мы помним, что скорость – вектор. Ну, смотрите, если у нас масса постоянно, а двойка – это совсем постоянная величина, особенно у студентов, то m пополам из-под знака производной можно вынести полностью. Если мы дифференцируем константу на функцию, константу можно пронести. Поэтому я напишу m пополам. А вот теперь я напишу производную по времени. А что такое квадрат скорости? Это скорость, умноженная сама на себя. Теперь нам надо продифференцировать произведение двух функций. Правда, так… Ведь скорость зависит от времени, значит, это функция. Правда, так получилось, что функция одна и та же. Ну и что? Все равно правило общее. Когда-то мы с вами уже это делали, когда занимались вращением тела. Нам надо было там тоже что-то продифференцировать. По-моему, r на v. И мы сперва дифференцировали первый сомножитель, оставив в покое второй. А потом дифференцировали второй, оставив в покое первый. Так и здесь сделаем. Напишем m пополам. А здесь будет так. Сперва дифференцируем первый сомножитель. Это будет производная от скорости по времени, скалярно умножить на скорость. А теперь первый сомножитель оставляем в покое, а дифференцируем второй сомножитель. Но посмотрите. У нас два одинаковых скалярных произведения. Они отличаются только порядком сомножителями. Скалярное произведение такой хороший объект, что в скалярном произведении можно менять местами порядок сомножителей. Поэтому я могу здесь переставить местами, и у меня будет просто два таких скалярных произведения. Двойка сократится с этой двойкой. И в результате у нас получается m на скалярное произведение скорости изменения скорости, которое скалярно умножается на скорость. Но скажите, пожалуйста, а скорость изменения скорости это что такое? Это ускорение. Давайте массу внесем под скалярное произведение и получим m на a скалярно на v. Но произведение массового ускорения – это что такое? Суммарная сила, действующая на систему. Это сумма всех сил. Поэтому у нас здесь стоит сумма всех сил, умноженная на скорость. Так вот, оказывается, скорость изменения кинетической энергии равно скалярному произведению суммарной силы умножить на скорость тела. Эта величина важна и в физике, и в экономике. Я сейчас ее назову, но определение обычно дается не для этой величины, а для очень похожей. Определение. Мощностью силы называется работа, совершаемая этой силой в единицу времени. То есть это сколько работы совершила сила за единицу времени. При условии, что интервал времени мал. Ну, понятно, что это не что иное, как производная от работы. Но мы поступим, пожалуй, вот так. Смотрите. Элементарная работа – это скалярное произведение силы на перемещение. Поэтому здесь стоит сила, умноженная на перемещение, делить на время, при условии, если время мало. В скалярном произведении поделить можно любой из со множителей. Давайте дельта и л поделим. Мы получим силу скалярно на отношение перемещения ко времени, если время мало. Скажите, пожалуйста, если мы перемещение поделим на время, это что такое? Скорость. О, господа! Так оказывается, мощность можно определить так, а с другой стороны, это есть произведение силы на скорость. Как раз то, что здесь у нас получилось. Итак, оказывается, вот то, что у нас здесь получилось, это не что иное, как мощность всех сил. И пользуясь вот этим определением и этими выводками, я напишу, что это есть суммарная мощность всех сил. Итак, мы с вами доказали, что скорость изменения кинетической энергии равна суммарной мощности всех сил. Это уже почти доказательство главной теоремы. Для того, чтобы ее доказать, давайте для каждого кусочка этой траектории напишем вот это соотношение. Дельта К, я напомню, что это есть отношение изменения кинетической энергии ко времени. Давайте занумеруем границы кусочков. Это была первая точка. Это будет вторая точка, третья точка, четвертая, пятая, шестая, а давайте только вот, а здесь у нас точка два нехорошо. Как бы нам эту точку назвать? Давайте это дваконечное. Это один начальное, но просто у меня два раза двойки появилось, что не очень хорошо. Тогда вот эту теорему мы можем написать для каждого из кусочков. А именно, из этой теоремы следует, что маленькое изменение кинетической энергии равно мощности всех сил умножить на дельта Т, на ДТ. Но посмотрите, если я умножу В на ДТ, это будет перемещение. Поэтому это будет равно скалярному произведению силы на перемещение. Но скалярное произведение силы на перемещение это не что иное, как элементарная работа. Это дельта А. Итак, изменение кинетической энергии на очень маленьком кусочке равна работе на этом очень маленьком кусочке, когда дельта Л очень маленькая. Давайте напишем все для каждой точки. Итак, изменение кинетической энергии на этом участке это кинетическая энергия в точке 2 минус кинетическая энергия в точке 1. Это будет равняться работе на участке из 1 в 2. Для второго участка изменение кинетической энергии это кинетическая энергия в точке 3 минус кинетическая энергия в точке 2. К3 минус К2. Это будет работа на участке с 2 на 3. Для следующего участка. Конечная точка 4, кинетическая энергия К4, минус начальная К3. Это будет работа на участке 3, 4. И так далее. Последнее выражение будет здесь. Это будет работа на участке из Н без единицы до конечной точки. На 2 конечные. А теперь, господа, все эти правильные равенства сложим. Смотрите, как здорово вышло. Здесь К2 с плюсом, здесь К2 с минусом. Что произойдет? Ушли. Тут К3, К3 с минусом. Что произойдет? И так все умрет. Останется только К1. И что останется? Вот это К. И в результате мы получим слева К конечная, К в точке 2, финишной, вот в этой точке, минус кинетическая энергия в точке старта 1. А справа у нас будет сумма работ по всем кусочкам. Но сумма работ по всем кусочкам, это что такое? Работа по всей траектории. Теорема доказана. Это очень сильная теорема. Вообще-то вам ее и в школе должны были доказывать. Но в школе ее обычно доказывают для равноускоренного прямолинейного движения. А эта теорема работает всегда. Теперь я вам покажу, как здорово с помощью этой теоремы задачи механики решать почти устно. Ну вот, знаменитая задачка. Не знаю, я, по-моему, ее вам рекомендовал и в законах Ньютона. Это совершенно простая школьная задачка. Вот имеется склон горнолыжный. Причем он не бугристый, а прямой. Тут такой плавненький переход, чтобы не было удара и плоскость. И тут есть чайник-сноубордист. Ну, почти все сноубордисты немножко чайник. Он ничего не умеет. Ни поворачивать, ни тормозить. Вот он как-то дополз до начала склона, стоит и едет. Коэффициент трения, да, угол наклона склона альфа, высота склона альфа. А здесь под склоном томно гуляет очень симпатичная девушка. Напоминаю, сноубордист, как и 90% сноубордистов, неуправляемые. Спрашивается, на какое минимальное расстояние девушка может подойти к подножью склона, чтобы чувствовать себя в безопасности. Чтобы ее не сшиб сноубордист. Короче, на каком расстоянии альфа от склона сноубордиста становится. Мы могли и раньше решить эту задачу, с помощью законов Ньютона. На склоне, на сноубордиста какие силы действуют? Сила тяжести. Сила реакции опоры перпендикулярно склону. И сила трения, которая его тормозит. По второму закону Ньютона, можно было найти ускорение сноубордиста. Если мы знаем ускорение и длину склона, а длина склона понятна, это h делить на синус альфа. Можно сосчитать, какую скорость он внизу разобьет? Дальше на горизонтальном участке, на него действует сила трения, и он будет ехать тормозясь. Если скорость здесь известна, можно сосчитать, где он остановится? Можно. Но это делать длинно. А теперь эта задача стала практически устная. Воспользуемся теоремой об изменении кинетической энергии. В точке финиша его кинетическая энергия чему равняется, если он остановился? Ноль. А в точке старта, если он покоился? Тоже ноль. Поэтому кинетическая энергия у сноубордиста не изменилась. Ноль. И это равно работе всех сил. Какие силы у нас совершают работу? Три силы. Сила реакции опоры. Но мы с вами уже договорились, что сила реакции опоры совершает нулевую работу. Она всегда перпендикулярна направлению движения. И скалярное произведение всегда ноль. Сила тяжести. Если он съехал с горы высотой H, то работа силы тяжести MGH. С плюсом или с минусом? С плюсом сила тяжести помогает. Если сила помогает, работа всегда положительна. И дальше осталась сила трения. Она будет совершать работу с каким знаком? С минусом. Но правда здесь и здесь сила трения разная. На горизонтали сила трения MGH, а на склоне MGH на косинус альфа. Ну потому что сила реакции опоры, чтобы найти. Ясно, что вот сила реакции опоры должна равняться проекции силы тяжести на это направление. Иначе бы сноубордист либо взлетел, либо провалился с ускорением под склон. Эти силы должны друг друга по направлению на склон уравновесить. Это значит, что сила реакции опоры здесь равна MGH на косинус альфа. Потому что если это угол альфа, то и это угол альфа. Вот этот. А тогда работа силы трения на первом участке, вот здесь, будет минус MGH косинус альфа на длину пути. А чему длина пути равна? H делить на синус альфа. H на синус альфа. А на этом участке сила трения равна MGH без косинуса альфа. Тут альфа равен нулю, поэтому косинус альфа ноль. А путь L. Ну, теперь смотрите, как здорово. MGH сокращается. Ох, как интересно. Оказывается, сколько проедет сноубордист, независимо от его массы. MGH сократились. И у нас получилось уравнение, в которое входит одно неизвестное L. Задача льшена. Ну, отсюда L. Перенесем это слагаемое в эту сторону равенства и поделим на мю. L будет равняться единице на мю. H можно вынести. А тут будет единица минус мю катангенс альфа. Это ответ. И та задача, которую с помощью законов Ньютона мы бы решали, исписав страницу, решается в две строчки. Вот такая сильная теорема об изменении кинетической энергии. Она чертовски полезна. Правда, есть один вопрос. А если коэффициент трения достаточно большой, формула дает L отрицательное, это как? А что будет? Ну, это вообще тогда Виллиберда. Если у вас огромный коэффициент трения, он вообще не покатится вниз. Но представляете себе, склон песком покрыт. Он вообще будет стоять на месте. Поэтому это верно только в том случае, если мю катангенс альфа меньше, чем единица. Или если мю меньше, чем тангенс альфа. В противном случае, он вообще не начнет двигаться по склону. Девушки, гуляйте под склонами, только когда нет снега. Тогда вам не страшен никакой сноубордист. Самая хорошая картина я в этом мае в Кировске видел. Еду на подъемнике и вижу, правда, не сноубордист, а сноубордистка. Она так картинно поставила борт на склон, собираясь в него влезть. И борт поехал. Ну, а там склон 3 километра. Ну, во-первых, это опасно для тех, кто катается. Представляете, эта железяка несется с высоты 3 километра. И девушка кричит, борт, борт! А ей кто-то говорит, думаешь, вернется? Все, господа, про теорему об изменении и кинетическое для трези.